Всем доброго дня! В этом видеоролике я расскажу 10 советов дизайнерам, вот, и эти советы я расскажу лично из своего опыта, и этими советами я действительно сам пользуюсь, и я готов с вами поделиться небольшими советами, потому что они вам очень сильно помогут в дизайне, если вы еще новичок. Перед началом ролика у меня есть просьба подписаться на канал, поставить лайк под это видео, но, пожалуйста, досмотрите до конца, а после этого поставьте лайк, возможно, это видео вам действительно понравится. Также подпишитесь на мои соцсети, такие как Telegram, Twitch, паблик ВКонтакте, где вы можете, кстати, купить у меня превью. Все ссылочки будут в описании, но я не буду затягивать ролик, и переходим к нашему видео. Итак, первый совет дизайнерам это ставьте высокую цену на превью. Желательно ставьте минимум 300-400 рублей за работу, не бойтесь, что у вас, может, там первое время не будет каких-то заказчиков, рано или поздно найдется какой-то клиент. Я встречал на своих глазах, да и по сей день встречаю людей, которые делают хуже меня, например, но продают работы по 700, 800, 600, там и так далее. Ну, вы просто представьте, насколько все сейчас дорого в дизайне, и не стоит ставить цены, как я это делал, к примеру, год назад, там 100 рублей, 150, это очень низкий прайс, и, ну, вам будут честно долбать голову. Лучше сразу ставьте 300-400, и все будет окей. Второй совет. Берите дополнительную плату за правки на превью. Уважайте себя, опять же, и свое время. Вообще, знаете, как работаю я? Я всегда делаю по совету того же релайна, по его совету я делаю первую правку бесплатную, а за последующее уже беру доплату. И вам советую делать точно так же. Это очень годный совет. Вот, опять же, чтобы не сидеть, не работать над одной работой по несколько часов, просто переделывая ее, потому что клиенту что-то не понравилось. Ваша работа не получилась так, как он видел у себя в голове, и он начинает вас задалбывать бесконечными правками. Вы только что-то скинули, вышли из фотошопа, а у вас, к примеру, допустим, плохой комп, вам приходится опять заходить, все переделывать, там, пересохранять, и это очень сильный геморрой, поэтому я советую реально брать доплату за правки. Это все-таки тоже ваше время и ваша работа. Третий совет. Разграничивайте свое время и уважайте. Опять же, одно и то же, но все-таки, ну, немного в разных формулировках. Тут дело пойдет про срок выполнения работы. Старайтесь просить клиентов заказывать хотя бы минимум за день до выхода видеоролика, потому что, ну, возможно, вы там учитесь, да, еще что-то делаете, и вы не всегда будете успевать брать заказы. Вот, а как у меня это происходит, обычно на дне их очень много, и все хотят срочно сделать, поэтому я прошу заранее заказывать хотя бы минимум за день. И реально респект тем чувакам, которые заказывают за три дня до выхода видеоролика, могут даже за неделю, там, а некоторые вообще говорят, когда скинешь, тогда скинешь. Но если все-таки у вас получается, вы там свободны и пришел какой-то срочный заказ, то можете, в принципе, взять. Вот, но старайтесь просто напоминать заказчикам о том, что вы все-таки тоже человек, и у вас есть свое личное время и свои личные дела. Четвертый совет, чтобы научиться делать превью, просто старайтесь повторять чужие работы. Желательно берите сложные какие-то превью и старайтесь их детально повторить. Можете даже прогонять одну и ту же превью несколько раз, просто отдыхайте, ну, дайте, так скажем, набить руку, и потом снова с каждой работой делать лучше и лучше. Я таким методом научился делать превью, сейчас в последнее время я таким не занимаюсь, к сожалению, у меня не хватает времени, вот, но это очень сильно бустит ваш скилл, и, соответственно, вы выполняете работы намного быстрее. Пятый совет, не используйте готовые стили текста, старайтесь создавать их сами, потому что сейчас очень много каких-то стилей, ну, которые используют просто все. Старайтесь как-то экспериментировать с текстом, со стилем на текст тот же, да, старайтесь придумать что-то свое, уникальное, чтобы вы как-то отличались и выделялись среди других. Шестой совет, не используйте стейбл диффьюжн, это, если что, такая нейросеть, которая улучшает исходники, там, контурный свет и так далее, если вы не умеете вручную выполнять работы и тот же контурник. Так, учитесь сами выполнять для начала рукой контурный свет, учитесь обрабатывать исходник, расставлять композицию, там, и так далее. Научитесь реально работать с вашими превью, а потом уже думайте над использованием стейбла. Да, это действительно помогает, экономит время, но когда ты не умеешь делать, ну, это реально не очень. Седьмой совет, если ваш заказчик скидывает цену, просит, умоляет вас о скидках, там, давит как-то на жалость, что он там не может что-то сделать, там, или как-то платить, не соглашайтесь и не прогинайтесь под всех людей, это ваша работа и ваша цена за превью. Если вы давно работаете с человеком и человек попросил, там, единоразово какую-то скидку, там, да, или хотя бы в долг попросил превью, то, в принципе, если вы доверяете, можете так делать. Но, опять же, как говорится, доверяй, но проверяй. Сначала поработайте с челом, потом уже, как бы, ну, делайте такие поблажки. Восьмой совет. Лучше мало заказов, но дорогих, чем много дешевых. Это действительно, я думаю, правда. Лучше у вас будет 3 заказа, но по 1000 рублей в день, чем будет 10 заказов по 200 рублей. Ну, я думаю, многие со мной согласятся. Но тут с этим советом не так-то все и просто. Вам нужно будет достаточно долгое время поработать, набить себя в дизайне, так скажем, чтобы вы хотя бы были узнаваемы, и с вас был спрос, чтобы ставить такие ценники. И, в принципе, вы сможете следовать этому совету. Девятый совет. Всегда берите деньги за свою работу вперед. Никогда не делайте тестовые превью, бесплатные, там, на первый раз. Уважайте себя и свое время. Не бойтесь, что вам откажет клиент и скажет, я пойду искать другого. Ни в коем случае на это не соглашайтесь. Всегда берите деньги за свою работу вперед, потому что вас могут обмануть, там, и, короче, ну, просто останетесь с потраченным временем и ни с чем. Десятый совет и последний в этом видеоролике. Старайтесь адекватно общаться и не срываться на людей. Это очень важная пометка. У меня много случаев было, когда на меня, допустим, сгорали челики какие-то, когда я им что-то не так делал, не так, как в их голове выглядело. Вот. Притом за превью я тогда брал рублей 200 и постоянно переделывал, переделывал одну работу. И когда разговор зашел о том, чтобы, ну, как бы, я взял деньги за правки, потому что меня долбут, я все сделал по ТЗ, но человеку что-то не нравится, я начал просить деньги за правки. И на меня начали срываться и говорить, что мы все офигели, зажрались. Сразу скажу, не отвечайте на это агрессии, старайтесь максимально адекватно общаться, потому что это в дальнейшем повлияет на вашу репутацию. Потому что один какой-то срыв и все, этот скрин, допустим, где вы там кого-то обосрали, может разойтись, как сарафанное радио по многим клиентам и так далее. И у вас, короче, просто не будут ничего заказывать. Поэтому просто адекватно общайтесь. И на этом все. Вроде все 10 советов, которые я использую, я вам рассказал. Если вы хотите еще такую часть, то пишите об этом обязательно в комментариях. Я обязательно сниму подобный видеоролик. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети. Ссылки есть в описании. Всем удачи и до скорых встреч.